итак друзья всем привет с вами михаил вы на канале был стрим решил я записать видосик а точнее поделиться своими настройками как я стремлю youtube full hd через видеокарту и кодировщик geforce invent при том что если процессор у вас съедается от игры чата и какому твином по до от процентов 70 до 80 так приступим итак друзья начнем с того что я буду использовать справку а вот ютюба где выставлены настройки идет кодору битрейта то есть не выставлен на какие он рекомендуют для настройках оба студии streamlabs у бс какие пресеты какой битрейт и так далее вот кстати оговорочка по поводу битрейта я тут конечно не соглашусь если у вас стрим идет через видеокарту потому что пикселя видны при таком битрейте однозначно даже при 10 при 12 тысячах я замечал пикселя так друзья начнем с того что время от времени будут появляться видео со стримов хотя бы чтобы визуально видели качество стримов через видеокарту так приступим к настройкам сервис мы выбираем youtube ключик потока я вам покажу где брать это вашей творческой студии начать эфир и в самом низу настройка видеодекодера нажимаем показать копируем вставляем применяем ok далее вывод ставим расширенная и трансляция аудиотрек мы ставим на единичку энкодер вот как раз таки это тот самый энкодер который составляет видеокарту транслировать запускать точнее трансляцию через видеокарту выбираем инвент кого-то мы себя им дозна считаем а м.д. нажимаем два пункта один говорит о том что мы выставляем стрим через данный сервис энкодер 2 говорит о том что надо поставить разрешение в котором вы будете кодировать без данного пункта я не запустил трансляцию то есть не забудьте это применить далее cbr что такое cbr это кодирование потока то есть это постоянный битрейт тут есть как перемены так и постоянно на самом деле их четыре функции знаю только за 21 перемена другой постоянно статических сценах если вы ставите на перемены битрейт ваш скачет то есть уменьшается если начинается динамического начинает нагружать ее карту опять же в рекомендациях советую ставить постоянно что постоянно у вас был cbr и один поток использовался по поводу битрейта взял по поводу битрейта опять же тут все дело с опытом приходит youtube рекомендует битрейт видеопотока стоять от четырех с половиной до девяти тысяч тут я как бы не соглашусь потому что при таком битрейте у вас идут пикселя ставил допустим 10 12 14 16 простримил этом классе с дивизион которая нагружает проц да и пришлось приходить на на тот самый geforce invent и завышать битрейт для качества картинки то есть при 16 картинка хорошая при 14 хорошая при 12 10 у меня какие-то селя видны опять же при повышении битрейта у меня окрашивался стрим то есть обрубался поэтому надо как находить золотую середину пока золотая середина 14 буду экспериментировать 14 половиной 13 половиной 13 то есть занижать завышать смотреть в общем далее у нас идет интервал ключевых кадров youtube рекомендует у нас ставить частоту ключевых кадров от двух до четырех обрезка допустим если мы поставим на 0 это будет авто а то есть разница я не видел стримил честный при 0 и при двух и при четырех то есть как у меня происходит стрим настройки допустим идут по рекомендациям и один пункт я каждый стрим изменяю и смотрю разницу если в этом разница но в качестве картинки или нету из какие-то лаги либо баги либо опять же квадратики на экране оставим двоечку по рекомендациям дальше пресет идет нас хайки валите это максимальное качество другие качества я не трогал профиль до справка youtube вот я не знаю ничего не показывает в этом случае айки уальти не хайки уалите это уже надо других ресурсах смотреть а профиль профиль хайт за два профиля я расскажу наверное немного хайт это то есть стандартная вывода штабирование либо картинки а майн это больше синхронизирует со страх со старыми устройствами по при маленьком разрешении но как-то стримил и майны хайки разница опять же не видел поставил хайки я стоял так далее у нас по подпункт это идет level level 4 2 обращаемся к справки справочка нам говорит о том что full hd 60 кадров надо ставить с 4 2 то есть настройка нас тут я соглашусь с этим абсолютно потому как на своем горьком опыте скажу что выставляя высшее level при всех других настройках такие как вы видите на экране трансляция моя крашилась поэтому 42 . далее и за паспорта это говорит о том что вы используете две там или три или четыре видеокарты нужно я думаю даже галочка убрать укажите обязательно 0 это первая видеокарта 2 3 и так далее так и frames это справка youtube сейчас секунд друзья be frames это у нас тип кадр погрессивная развертка 2b кадра один опорный то есть либо стоять один либо два то есть заранее подготовлены кадра ставим 2 и наслаждаемся один не пробовал но не пробовал просто два и все нормально работать так аудио трек 128 тут такое то опять пояснение что частота дискретизации я не могу поставить стрим лапс у bs в б студии это можно сделать самой баски нельзя я думаю опять же это подхватывается из windows настройки и битрейт аудиопоток 128 килобит трет я оставил и тысячи и 700 до качество звука а лучше но и картинка то есть мышка плывет чувствуется система нагружена так далее далее но звук и так далее вы все выставляете видео видео ставлю бикубический 60 кадров открываем тут же со стрим лапсом мы закончили с вами вот такие настройки использовал открываем оба студия и смотрим что там у нас вещание такой же youtube какой же у нас поток идет битрейт все так же и как вы могли заметить но я сейчас не могу тут функционал полностью открыто записываю вот есть nvidia инвенк x64 nf то есть новый кодировщик для видеокарт если мне правильно подсказала информация в интернете они этому то есть кодировщик могут использовать видеокарты 1066 гигов я надеюсь что дрова подпилит и будут все возможные другие видеокарты подход этот кодировщик если опять же кто-то через данный кодировщик через видеокарточку там на youtube или еще куда-то пишите пожалуйста что я использую при видеокарте там такое-то я и даже ссылочку оставьте за я закреплю посмотрю качество трансляция будет очень интересно и полезно и при данном кодировщики мы можем тут выбрать пресет максимальное качество то есть если мы будем смотреть стрим лапсу bs там только качество то есть как и валите и ниже здесь мы можем опять же поставить пресет максимальные качества и аудио здесь частота диск критизации 48 так далее опять же выводов в общем такие вот настройки друзья я использовал стрим лапсу bs и оба студия и еще подчеркну один немаловажный пункт это если у вас раз синхрон идет звуков на стриме и видео заходим шестереночка свойство убираем галочки отсюда убираем галочки отсюда убираем галочки также в бс-студе тоже самое шестереночка свойства под галочки нету и на звуки также на звуковой дорожке галочки то есть там делают ваши индикаторы прыгают нажимаем шестереночка свойства убираем галочки был горький опыт когда рассинхрон пошел после стрима тут же разобрался такие вот дела а вам всем спасибо большое за ваши просмотры за ваши комментарии хорошего настроения обязательно пишите оставляйте ссылки пишите какие видеокарты вы использовать как стримите вы на youtube или еще куда-то поделитесь своим опытом я скажу поделился с вами хорошего настроения подписывайтесь на канал с вами был мешание и до новых встреч всем пока